Доверие 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 Сอง Структура Для работы Форма Для работы И Так же Хотел бы Вас поддержать В том Что Для Руководителей Ведомств Может быть Будет непростой Задачей И не самой Приятной Привлечь В эти Общественные Советы Своих Принципиальных Критиков Но Это Собственно И будет Означать Готовы ли Мы На какие-то Перемены Каким-то Переменам Или не Готовы Возможность находиться в диалоге с наиболее яростными оппонентами, как раз и должна формировать правильную среду. Знаете что, я предлагаю, я тоже, конечно, не смогу следить за всеми ведомствами, просто чтобы мы все вместе обратили внимание, условно говоря, на тех неудобных пассажиров, которых можно было бы вставить в общественные советы тех или иных министерств и ведомств. Но это должны быть все-таки неудобные, но конструктивные люди, не те, которые говорят, что вообще с ними за одним столом сидеть не буду, а те, которые говорят, что вы не правы в этом, в этом и в этом. Я считаю, что это абсолютно нормально, со всеми можно находить общий язык. Я вот 4 года работал, например, с Советом по правам человека. Там масса людей, которые яростно критикуют власть, которые выходят на различные митинги, демонстрации, принимают участие в пикетах, в других формах общественного давления на власть. Но они формулируют конкретные предложения. И, в общем, когда мы с ними завершали работу, они сказали, что да, нам многое не удалось, но нам, в общем, кое-что и удалось. И это правда. Именно потому, что они что-то говорили, а я слышал. Значит, то же самое должно быть, я почему об этом говорю? А то же самое должно быть в министерствах. Они что-то говорят, министр должен слышать, а не просто отбиваться от них, как это назовили их мух, и говорить, что для этого не созрели предпосылки, у нас нет денег, значит, у нас другая страна, неповоротливая, вы здесь не умничаете, вы не в Европе находитесь, а в Российской Федерации. Вот. Предлагаю проследить за тем, чтобы общественные советы были укомплектованы вот такими активными людьми. КОНЕЦ